Женщина, которая вынашивает беременность, бывает очень сложно обойти стороной коварную простуду. Снижение иммунитета, смена сезонов не лучшим образом сказывается на вашем здоровье. Прибегать к медикаментозному лечению нужно с осторожностью, а вот народная медицина имеет множество способов облегчить и избавить от симптомов заложенного носа и неприятного кашля. Сегодня мы поговорим на тему, можно ли парить ноги во время беременности. Женщины парят нижние оконечности не только с целью лечения простуды, но и с возможностью ухода за кожей. Для лечения простудных заболеваний ноги погружаются в воду с высокой температурой 40-50 градусов и находятся там до момента покраснения кожи. За это время усиливается кровоток, расширяются сосуды и ощущается тепло во всем теле. Для педикюра вполне подойдет теплая вода, а не горячая. Она размягчит кожу ног и подготовит ее к дальнейшей обработке. Но можно ли парить ноги во время беременности? В горячей воде беременной женщине парить ноги нельзя. Если же вы желаете привести свои ножки в надлежащее состояние, то проведение педикюра с использованием теплой воды вполне допустимо. Интересное положение обязывает думать не только о себе, но и о своем еще не родившемся малыше. Безобидные ванночки могут негативно сказаться на вынашивании беременности, поэтому лучше не рисковать. Парить ноги при беременности на ранних сроках опасно тем, что эмбрион еще недостаточно прочно прикрепился к стенке матки. Горячие ванны усиливают кровоток, что может привести к кровотечению, выкидушу плода или преждевременным родом. Нельзя парить ноги при беременности и на поздних сроках. Резкий отток крови от головного мозга с провоцированной высокой температурой воды может привести к обмороку или кислородному голоданию будущей мамы. У беременных женщин, предрасположенных к гипертонии, может повыситься артериальное давление. А если вы страдаете варикозным расширением вен, то горячие ванночки противопоказаны. Как правильно прогревать ноги в период беременности? Беременность – это не повод отказываться от такого удовольствия, как желание парить ноги. Если эту процедуру выполнять правильно, то можно обойти стороной все подводные камни, о которых мы упомянули выше. На протяжении всего дня на ваши ножки идет большая нагрузка. К вечеру может появляться ощущение тяжести в ногах. Расслабляющие ванночки способны избавить от неприятных ощущений, освежить кожу и повысить тонус. Приятная, теплая, но не прохладная водичка с добавлением различных эфирных масел, экстрактов и трав снимет напряжение, отечность и придаст свежесть. Допускается парить свои ножки в воде комнатной температуры 35 градусов. Чтобы не допустить охлаждения воды, подливайте теплую воду. После того, как попарите свои ножки, нужно тщательно обсушить кожу и надеть теплые носочки. Если вы парите ноги для того, чтобы избавиться от простуды, то после того, как вы наденете носки, можно полежать под пледом или одеялом, которые сохранят тепло и помогут немного расслабиться и отдохнуть. При заложенности носа и кашле разрешается выпить немного чая с добавлением меда. Повязанный на голову платок поможет прогреться и сохранить тепло. Последующий сон после проделанных процедур будет крепким. После пробуждения состояние ваше значительно улучшится, а от простуды не останется и следа. Можно ли парить ноги с горчицей во время беременности? К сожалению, нет. Горчица усиливает воздействие горячей воды, поэтому парить в ней ноги беременным женщинам недопустимо. В древние времена, когда аборты не делали, женщины с помощью этой процедуры избавлялись от нежелательной беременности. А вот еще один часто задаваемый вопрос – можно ли греть ноги при беременности? К ответу на этот вопрос нужно подходить осторожно. Если вы желаете немного согреть ноги, то можно. Если вы подразумеваете парить ноги при температуре свыше 45-70 градусов, то делать этого категорически нельзя. Вывод – все должно быть в меру. Беременность – это период не для экспериментов, поэтому парить нежные ножки можно только при комнатной температуре. Паровые ванночки в воде свыше 40 градусов опасны для ребеночка и вашего здоровья.